Всем привет, ребята! С вами снова я, Королева Мистики, а это значит, что сейчас будет очень страшное видео на всем русскоязычном ютубе. Друзья, сегодня мы с вами будем заказывать на сайте Darknet проклятый пластилин для того, чтобы слепить проклятую злую форму паровозика Томаса. Я думаю, что многие уже даже видели его, как он выглядит на самом деле. И я перед тем, как заказать этот проклятый пластилин, тоже хотела бы посмотреть это видео вместе с вами. Давайте перед началом поставим 5000 лайков, а также посмотрим три самых ваших топовых комментариев. Погнали! Раз, два, три! Если ты тоже хочешь попасть в мое видео прямо сейчас, спускайся ниже в комментариях и пиши. Чем больше комментариев ты напишешь, тем выше вероятность того, что именно ты попадешь в мое видео. Друзья, сейчас я отыщу именно то видео, где показывается злая форма паровозика Томаса, и мы ее вместе с вами посмотрим. Говорят, видео просто жуть! Я, честно сказать, еще его не видела, я просто увидела картинку, но мне этого, друзья, хватило. Картинка просто жесть! Боже, какой он жуткий! Посмотрите, паровозик Томас в форме гигантского паука с длиннющей шеей, выползает прямо из туннеля поезда и съедает человека. Я так думаю, что это отрывок из какой-то игры. Возможно, если вы играли в эту страшнейшую игру, напишите об этом, друзья, в комментариях. Паровозик Томас действительно не похож сам на себя. Вроде бы синяя вот эта вот коробка его, как у Томаса, у милого Томаса из мультфильма, который всем вам наверняка знаком, превращается вот в такую зловещую, самую зловещую форму гигантского паука, который просто одним махом, видите, съедает человека, что аж отлетает фонарь. А вы, кстати, друзья, заметили, что перед тем, как проглотить человека, паровозик Томаса сильно загораются огнем глаза. Это очень жутко и страшно смотреть. Большая длинная, как у какого-то червяка, я не знаю, и почему-то она такая склизкая, как будто бы она, знаете, такая намазанная маслом подводная. Ну, видимо, из-за того, что паровозик Томас постоянно проводил свое время в туннелях внутри. Там очень повышенная влажность, там очень, как говорится, сыро, поэтому он такой весь мокрый. Друзья, вот я вас сейчас познакомила приблизительно с этой формой. И сейчас, когда мы закажем с вами проклятый пластилин с сайта Даркнет, мы, друзья, слепим именно злую форму паровозика Томаса. Поэтому погнали! И, друзья, осталось совсем чуть времени до того, как мы обменяем наши деньги. Кстати говоря, на секундочку, пластилин, проклятый пластилин с сайта Даркнет сейчас стоит 1000 долларов, друзья. Поэтому прямо сейчас у меня в конверте именно такая сумма, которую мы с вами обменяем на проклятый пластилин, друзья. Я постоянно заказываю проклятый пластилин для того, чтобы лепить злые формы каких-то монстров. По-моему, паровозик Томас относится к SCP-монстрам, друзья. Я не знаю вообще, какие формы еще SCP-монстров бывают и какие формы SCP-монстров вы бы хотели, чтобы... Я слепил, кстати, со мной снимается также мой парень Дима. Всем привет! И он мне помогает, честно сказать, за кадром лепить, потому что это очень сложно. Лепка всегда достаточно очень тяжело лепить, особенно монстров, потому что нужно учесть все детали. Поэтому, друзья, он мне помогает. И это занимает очень много времени, поэтому мы сейчас заказываем пластилин. И вы совсем скоро увидите, как будет выглядеть злая форма из пластилина с сайта Даркнет. Деньги оставлены. Нам осталось только дождаться смс от менеджера сайта Даркнет, чтобы забрать проклятый пластилин для лепки паровозика Томаса. Погнали! Друзья, пока мы ждем смс от менеджера сайта Даркнет. Я прошу вас прямо сейчас написать, какого SCP монстра слепить из пластилина. Или нравится вам моя рубрика SCP монстра из пластилина. Напишите, пожалуйста, прямо сейчас в комментариях или перейдите в сообщество и проголосуйте за новую фигурку, слепленную из проклятого пластилина. А мы прямо сейчас идем забирать посылку с сайта Даркнет. Итак, вот он, друзья, этот красный бокс с проклятым пластилином. Вы, кстати говоря, не задумывались, почему обычный пластилин, хотя почему обычный, не обычный, а проклятый пластилин доставляют в железные красные коробки. Да потому что он опасен, чересчур опасен, друзья, и он должен попасть именно в те руки, в которые он и должен попасть. Если попадет этот пластилин в чужие руки, например, его найдут случайно лесники, грибники или охотники, то это может закончиться очень печально, поэтому будьте аккуратны. И если вы вдруг встретите какой-то предмет на улице, не подходите к нему, а лучше обойдите или сообщите в полицию. А мы погнали лепить. Итак, друзья, прямо сейчас мы откроем нашу посылку. Пластилин. Проклятый пластилин. Посмотрите, все цвета, которые нам нужны, необходимы есть. В основном паровозик Томас, он синий, синий паровозик Томас. И также у него имеются там желтые глаза, которые горят. Ну и, собственно говоря, нужно будет слепить кровь и лапки пука. Короче, весь, весь пластилин нам понадобится. Друзья, вам осталось ждать пару секунд, а мы отправляемся лепить. И то, что у нас получится, вы увидите прямо сейчас. Итак, друзья, посмотрите, какой чудовищный и злой паровозик Томас у нас получился. Друзья, посмотрите, это реально гигантский паровозик Томас. Томас паук, друзья, посмотрите, его зубы, его глаза просто залиты кровью и злостью. А под его зубами тоже стекает кровь. Его колеса, наполовину колеса, наполовину паучьи лапы. И также хвост, в котором находится яд. Жидкость, которая убивает всех людей и все живое. Посмотрите, какая длинная шея у паровозиков Томаса наверняка. Это для того, чтобы там много поместилось людей, которых он сожрал. Друзья, напишите прямо сейчас в комментариях от 1 до 5, как вам злая форма паровозика Томаса, слепленная нами с Димой, где 5, это очень-очень крутой паровозик Томас. Друзья, но это еще не все. Говорят, если слепить паровозика Томаса из проклятого пластилина, он придет. Поэтому прямо сейчас мы отправимся с вами в лес и попробуем призвать того самого проклятого паровозика Томаса в злую форму, которую мы надеемся сейчас встретить у нас на дороге. Так, ребята, если вы смотрели мое предыдущее видео, мы нашли артефакт проклятой, часы, друзья. Такие же часы были у Эли Ди. И они одни из самых опасных вещей и артефактов, которые существуют в мире. Я немного подробно прочитала все про эти проклятые часы. Друзья, они могут отправлять вас в прошлое, они могут отправлять вас в будущее, а также через эту дверь они могут впускать просто злых разных монстров, открывать двери и порталы. Друзья, это очень опасная вещь, обращаться с ней нужно очень аккуратно. Сейчас мы попробуем при помощи этих часов призвать этого самого SCP монстра, паровозика Томаса, экзе, злую форму паровозика Томаса. Когда какой-то объект находится рядом с этими часами, то, возможно, что-то произойдет. Итак, друзья, эти проклятые часы, вы с ними знакомы и говорят, что это очень магический артефакт, который способен открывать врата в потусторонний мир, а также запускать сюда каких-то проклятых духов. В общем, сейчас при помощи этих часов мы попробуем призвать паровозика Томаса сюда, к нам, в это место. Друзья, поставим его прямо сюда, на эти проклятые часы, и проведем обряд. Так, ребята, погодите. Самый важный момент. Сейчас я открою эти часы. Раз, два, время вспять. Три, четыре, возвращайся опять. Паровозик Томас, паровозик Томас, приди. Паровозик Томас, приди. Сейчас я выставлю время ровно на три часа ночи, друзья. Так, и быть это проклятое время, в которое все духи приходят. Оставим проклятую форму паровозика Экзе и посмотрим, придет ли паровозик к нам или нет, друзья. Вот черт, ребята, вы это видели? Прямо сейчас промчался паровозик Томас. Друзья, только я не поняла, была ли это злая форма или обычный паровозик Томас. А возможно, он сначала притворяется то, что он нормально, а потом превращается в зло у паровозика Томаса. Друзья, это невероятно. И вы это видели своими глазами. Он действительно пришел, и он был здесь. Давайте еще подождем, возможно, он еще разочек проедет здесь. Ну, давай, паровозик Томас. Давай, паровозик Томас. Черт, ребята, вы видите это? Господи, что он тут делает? О, черт, Дин, ты это видел? Друзья, прямо сейчас здесь был паровозик Томас, вы видели его своими глазами. А с вами была я, Королева Миски. Всем желаю счастья и добра всем. Пока. Пока.